приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу ответы разработчиков которые были на стриме и эти ответы давались evilgranny и вспышки думаю вспышку evilgranny представлять не нужно это известные контент мейкеры это замечательные игры мир танков а вот кто давал ответы андрей лысак продуктовый директор мира танков главный ранее директор разработки мира кораблей world of warships который далее антон бутримов стрим лид руководитель направления мета ранее лид систем дизайнер надеюсь эти названия по-английски правильно читаю если нет то но ссори далее владимир рисюк креативный продюсер мира танков ранее занимался балансом кораблей world of warships кто плотно играл в кораблике там баланс как нормально или нет лучше чем в танках стоит ли ждать каких-то улучшений и борис операционный директор мира танков ранее работал над world of warships формат стрима был ближе к формату кого-то стрим хаты причем впервые за 12 лет существования игры такой формат я стрим 5 часовой не смотрел у меня столько времени сейчас не было чтобы это посмотреть я вам расскажу выжимку которую написал вот экспресс позднее я пересмотрю 5 часовой стрим на ускоренном режиме когда мне появится время столько смотреть возможно я сделаю еще один видос где подробнее поговорим про какие-то мелочи которые возможно сюда не вошли а здесь я так понимаю основные вопросы про них сейчас и пойдет речь и так сейчас для того чтобы возвращаться в игру поводом немного и наша задача 2023 году сделать так чтобы этих поводов стало больше в принципе тут вообще не добавить не отбавить здесь еще хочется сказать что не то что поводов возвращаться нету а у некоторых игроков могут возникнуть вопрос оставаться тоже зачем поэтому людей как-то становится все меньше и меньше и тут я думаю даже не нужно быть экспертом просто ты смотришь на онлайн который всегда показан у нас в игре и понять что ну циферка уменьшается и все так же разработчики рассказывают что сейчас игроку которые играют под различными напитками их стало меньше в игре в основном остались люди которые играют на циферке их интересует в основном соревновательная часть у аудитории очень сильно сменился фокус продолжая тезис и выше мы хотим поделать больше казуальных вещей чтобы в игру было возвращаться гораздо проще и неприятнее игровые режимы например а это в том числе поможет и совершенно новым игрокам в игру после долгого отсутствия но очень сложно вернуться много непонятно вернувшимся игрокам здесь честно говоря я не совсем согласен с тем что разработчики рассказывают то есть они добавляют каждый год какие-то бредовые механики которых в игре все больше и больше баланса адекватности и проработанности у этих механик не так уж много они не сказать что сложные но когда ты впервые это видишь не сильно понимаешь вообще законы этих механик тут у некоторых людей возникают проблемы за 12 лет с этими кружочками на миникарте поскольку их там три миллиона этих кружочков и чё они там делают непонятно тут еще какой-то чел на ракете пролетел какой-то чувачок переходит в какие-то режимы то он сильно наклоняются ту сильно быстро едет какие-то различные барабаны у кого-то барабан заряжается сам у кого-то залпы из двух стволок у кого-то за один выстрел происходит три выстрела у кого-то фугасница на пол хп а кто-то стреляет семечками по 90 но у него в барабане чуть ли не 15 снарядов новичок во все это попадает и вообще ничего не понимает поскольку так или иначе танков много механик много хоть она и все и простецкая вроде бы но как в этом всем разобраться сразу сходу вообще никак и почему люди должны оставаться разбираться в этом годами если бои две с половиной три с половиной минуты в чем новый человечек должен разобраться что он там за три минуты в бою должен успеть понять стреляя с вертухи то пробивает то не пробивает как он поймет вообще куда стрелять какие-то уязвимые зоны он коллижен модели вообще в глаза не видел ему надо искать какие-то сайты непонятные чтобы понять куда вообще стрелять как по мне и раньше для новичков особо никаких условий не было если вспомнить прошлые года то разработчики тоже рассказывали вот новички им сложно мы им поделаем какие-то там тренировочные штуки дрюки обучение для новичков сделаем лучше они 12 лет это говорят 12 лет это делают 12 лет игрокам сложно быть новичками в этой игре но раньше аудитория была сейчас нет и опять одно и то же говорят им как было сложно так и будет сложно вопрос не в сложно а в том чтобы им было интересно остаться и начать в этом разбираться пока вы сделаете чтобы игрокам было не сложно вы еще добавите 3 миллиона танков с различными механиками и станет только все сложнее это мое личное мнение а какие-то очередные режимы вот как с 2015 года начали делать дополнительные режимы вместо того чтобы основные силы бросить на что чтобы заниматься режимом рандом вместо этого делают какие-то дебильные режимы большая часть из которых полный мусор и продолжится делание новых режимов как по мне ничего не изменится вообще вот это показывает нам о том что ну как бы так и было и раньше и видимо будет дальше ничего нового я тут не увидел новичок придет и будет в каком-то дополнительном режиме осваиваться в игре чтобы освоившись в другом режиме пойти играть в другой режим в котором все по-другому будет как обычно поскольку у картохи все режимы разные и каждый по своему дурацкий со своими условиями я не понимаю что это за режим должен быть такой упрощенный рандом простой чтобы в нем люди научили что пойти играть в сложный рандом онлайн все меньше и меньше и людей не хватает чтобы на низких ловлах играть в принципе еще одним режимом разделять онлайн которого и так мало любая игра это продавец эмоций и приятное времяпрепровождение ну судя потому что у игры много хейтеров то люди эти годы в игре проводили с наслаждением получается поэтому они с нее уходят слишком много негатива видимо от меня ну я могу сказать что они видимо не уходят а циферка онлайна падает просто потому что устала да сейчас уже в проработке ветки для 2024 года ветка делается около 8 месяцев но это видимо наверное будут японские пт я так просто пальцем в небо ткнул и вспомнил какие-то танки которые где-то там тестируются угадал я или нет узнаем через восемь месяцев получается в обновлении 1.19.1 мы выводим часть прем техники из продажи потому что она нас не устраивает в боях их много в боях она имбовая и так далее в том числе и за силе event 90 на восьмом левеле я очень рад что разработчики это заметили но я думаю что у них статистика по всем параметрам в игре есть они все видят все понимают и в игре ничего не происходит просто так event 90 реально задолбали поскольку невозможно играть на необычных лт 8 уровня которых очень много особенно премиумных поскольку ты играешь постоянно против event 90 на не совсем стандартных лт и твоя команда постоянно в проигрыше поскольку ты не можешь пересветить event 90 а их каждый бой по несколько штук ладно если бы это было иногда это происходит практически каждый бой это однообразие уже достала не говоря уже о том что это в принципе неправильно плохо и мерзко если мы что-то делаем мы предполагаем что от этого будет лучше да мы можем ошибаться это факт к чему вот этот комментарий я не понял такое ощущение что это очевидная очевидность такие как ветер дует вода идет или течет трейд-ин запланирован у нас в календаре но не совсем скоро я думаю тут скорее всего причина в том что людей сейчас которые в мире танковую работу работают не так уж много сколько бы им хотелось и все что запланировано расставляется в плане приоритетов видимо трейды не самая приоритетная вещь как по мне это вообще не сильно выгодная штука для игроков но в некоторых ситуациях ей можно воспользоваться себе в плюс но очень редко допустим какие-то бесплатные акционные танки полученные за лбз или бесплатные полученные премтанки если вы хотите их сдать и получить что-то получше таким образом можно получить скидку пересматривать условия текущих лбз точно будем вопрос когда но точно не ближайшие обновления там уже игра меняется и в принципе добавляются новые механики меты меняются туда-сюда поэтому да очевидно что лбз надо тоже пошевелить мне еще кажется что нужно людям как-то более доходчиво интуитивно и понятно разжевать как этим лбз пользоваться какие механики в них вложены возможно эти объяснения и есть но большинство новичков или людей которые не сильно вдаются в подробности и играют на чили на расслабоне свободное время большинство из них не понимают как они работают и лбз как пользоваться этими бумажечками которые тебе дают чтобы перекрывать лбз ненужные или вкладывать их все в лбз 15 даже я не знаю как они правильно называются потому что это не супер интересно но я по крайней мере знаю как механически все вещи в лбз работают поскольку я их все прошел люди не понимают уровней на которых их проходить люди не понимают как пропустить ветки лбз нужно как-то наглядно понятно все это объяснить интерфейс в танках жуткий вот эти все задания менюшки самые главные вещи их иногда нет а иногда они написаны мелким в какой-то жопе вот допустим не всегда понятно людям которые не разбираются на каком уровне проходить лбз иногда это написано где-то там с краюшку малюсенькими какими-то темненькими буковками хотя должно быть написано на пол экрана огромными буквами четвертый уровень 5 там еще и так далее то же самое касается и меню с заданиями нужные вещи иногда не написаны надо написаны и вообще в принципе эти менюшки выполнены в виде каких-то плиток большая часть из которых пустая пустота основные надписи супер малюсенькие короче мне интерфейс не нравится поскольку он в плане выполнения своей работы бездарный на сегодняшний день нам в мире танка очень не хватает сотрудников по всем направлениям команда которая была безусловно осталась какое-то ядро но для того чтобы делать это в нужном объеме количестве с нужной скоростью доставки людей катастрофически не хватает да мы ведем сейчас очень активный набор но пока эта проблема не решена ну как я и говорил людей не хватает ранний доступ для техники это прикольная вещь речь идет уже про полностью готовые танки честно говоря не сильно понимаю о чем идет речь чё за ранний доступ проблема возможно есть в том что в игре есть аренда танков но она используется не так что ты можешь выбрать любой танк арендовать его и покататься на нем арендные танки впихивают в какие-то награды ты ее получаешь при этом ты не выбирала на каком танке ты будешь кататься в аренду тебе какой впихнули такой ты и получил хотя возможно ты бы хотел на каком-то танке покататься Но ты не можешь сам выбрать где-то магазин арендных танков, зайти в него, выбрать, заплатить небольшую сумму и покататься на нем немного. Такого в игре нет. Что такое ранний доступ? Это что-то типа вместе с тестерами получить танк и покататься на нем? Об этом идет речь что ли? Непонятные штуки, возможно это тоже может быть интересно кому-то. Но в рандоме будет появляться хаос, когда в нем появится танк, неизвестный никому. Ну, какой-то прикол может в этом есть, и то что мертво умереть не может, это я сейчас про играбельность рандома, но четко я не понимаю о чем идет речь. Переписать полностью игру для того, чтобы было проще и быстрее вводить новые вещи или перевести игру на другой движок, например Unreal, практически невозможно. Это то же самое, что создавать новую игру. Тут в принципе очевидный ответ. Игра слишком огромная, чтобы ее куда-то что-то там переносить, разве что ее дорабатывать и модернизировать. Уже прямо сейчас сделаем официальный модпак для мира танков, аналог того, что есть в World of Warships. Это будет не модпак даже, а полноценный модстейшн. Модстейшн – программа, которая содержит в себя огромное количество существующих модов, которые можно включить, запустить игру, настроить и она будет работать. Такое нужно будет проделать один раз и дальше просто играть. Никакие микропатчи не будут влиять на это все. И даже если микропатч что-то сносит, программа сама все снесет, обновит и установит. Ничего самому копировать не нужно и тратить на это время. Также в этот модпак модстейшн могут войти уникальные вещи, разработанные нами, которые мы не можем добавить полноценно в игру. По причине того, что они не проходят тестирование, производительности или эти вещи могут повысить минимальные системные требования. Например, анимация объектов на танке, просмотр брони в ангаре и других вещей. Это очень интересная вещь, мне кажется, такой модпак очень нужен. И официальный модпак с интересными плюшками, которые сам всегда работают и не нужно там мучиться с этими папочками, качать какие-то кривые штуки, дрюки. Есть люди, которые не те модпаки скачут, случайно читы ставят или вирусов каких-то накачат, еще какие-то билиберды. В силу своей не особой одаренности в компьютерах и интернете могут понаделать каких-то неправильных вещей. А если такое уже будет встроено в игру, это очень хорошо. Поскольку за этим всем будут следить сами разработчики, оно всегда будет нормально работать. Ну а мне это интересно, если там будет что-то уникальное и оно будет прикольное, я буду с радостью пользоваться. До сих пор люди играют с разрешением 800 на 600. Знаю тут одного человечка, который играет с маленьким разрешением, у которого ничего не влазит в экран. История смешная, ситуация серьезная. Саппорт сейчас сильно завален, были дни, когда количество обращений улетало под сотни тысяч. Связано это частично с трансфером и тем, что игроки не помнят пароль от своего аккаунта почты. Главное не апайте свою заявку, иначе вы улетите заново в конец очереди. Ответ обязательно вам дадут, но не сразу. Прикольно, что это объясняется на этом стриме, и особо как-то я не слышал, чтобы про это говорили, что ты в конец очереди улетишь. А было бы неплохо, если бы это рассказывалось везде в самом начале, перед тем, как произошла такая перегрузка поддержки мира танков. Летающие танки пока не планируются, а ведь прототипы в реальности были. Дай бог доживу до этого. Мы сейчас отходим от парадигмы полной историчности. Потому что полная историчность в формате аркадной игры это буллшит. Это не симулятор. Но очень важно дать вот это ощущение танка, и здесь уже историчность не является минусом. Танки важно делать реалистично, так, чтобы ты мог его ощутить, поверить. Многие вещи, если мы будем делать историчными, они будут просто неиграбельными. А есть люди, которые думают, что игра не ушла от историчности. Кто-то не заметил этого? Мне интересно, люди пробовали глаза открыть. Это первое. А второе, а разве когда игра ушла в неисторичность, стало очень много играбельных вещей в игре? То есть тут говорится, что многие вещи будут неиграбельными, если они будут историчными. А что сейчас в игре играбельное? Присутствие в бою трехминутном, стрельба в землю и историчное, и играбельное. Получение на все лицо фугасами и оглушение с космоса. В принципе, все играбельно, все исторично. Или неисторично, тогда какая разница. Для 11-12 уровня пока рановато игре. Почитал я комментарии и про вот это вот игре пока что рано, про 11-12 уровень. Очень много там споров о том, что в War Thunder уже там современные танки, самолеты, вертолеты. Чего там только нет. Игра развивается, а картошки до этого далеко. И при этом разработчики говорят, что еще рановато. На мой взгляд, мне в принципе не сильно холодно или жарко от этих 11-12 уровней. Также я согласен с тем, что тоже там в этих спорах писали о том, что многие игроки уже уперлись в десятки, у них все есть, им нечем заняться. Это видимо про меня, потому что я уже просто от балды создал второй аккаунт, лишь бы не скучать в игре и на чили на расслабоне на втором аккаунте веселюсь, как могу. На мой взгляд, было бы неплохо привести игру в порядок, а потом делайте хоть 20 уровень, мне вообще все равно. Если оно будет нормальное и играбельное, да делайте хоть 100 уровень. Вы сделаете хотя бы нормальное то, что есть. Проблема, мне кажется, не в количестве уровней. У вас есть 10 уровней, половина из которых неиграбельные, там нет людей. Вы хотите сделать еще 11-12 уровень, чтобы люди в игре были с какого уровня по какой? С 8-го по 12-й, а ниже 8-го был онлайн 0, и ветку вы будете качать до 8-го левела чисто с ботами. Мне кажется, это не самая главная проблема, но есть какие-то здравые мысли в плане того, что людям нечем заняться. Возможно, это один из способов решения, может быть, другой способ есть. Но я не думаю, что это прям сразу хоба и все решит. Все проблемы будут решены. Я думаю, абсолютно нет. Даже не факт, что это решит какую-то одну проблему. Когда основа гнилая, и она рассыпается и скоро упадет, то ты сколько там сверху не надстраивай золотых хором, оно все равно упадет вместе со всем и развалится. Карточки выбора карты на один бой точно нет. Ну, это хрень какая-то. Вы не поверите, но Химмельсдорф и Энск в топе по банам карт находятся. Игрокам нравятся открытые карты. А я думал, коридорные, чтобы, не дай бог, танкист не потерялся из канавы, никуда не делся. Ну, у разработчиков есть какая-то там статистика, им видней. Хотя я помню, что игрокам ЦА картошки всегда не нравились карты с большим количеством улиц, коридоров, поворотов. Они в них теряются. Да, Ванесса? Но прикол в том, что если поспрашивать у людей, какие карты им нравятся, а какие не нравятся, не нравятся почти все, нравится почти никакая. Мне кажется, возможно, нужно работать в сторону небольших карт, как World of Tanks Blitz, или как они там сейчас называются, не помню. И танки 7х7, поскольку этот режим сильно зашел в режимах 7х7 на десятках, но такого нету на других уровнях, 7х7 на девятках, 8х7 и так далее. Возможно, мини-рандом 7х7 и для новичков был бы проще. Это бы решило проблему, как им освоиться в игре. И в принципе было бы и легче, и проще играть. И карты были бы поменьше, поадекватнее, попроще, попонятнее, как World of Tanks Blitz. Но почему-то разработчики поняли, что людям нравится режим 7х7, но массовости внедрения этого в игру нет. Это просто временный дебильный режим. Но вот когда людям что-то не нравится, они прям срочно бегут и добавляют это дерьмо в игру. Я даже не буду перечислять, что из этого всего добавлено было. Но мне кажется, что карты, схожие на World of Tanks Blitz, режим 7х7, такой режим был бы неплох в игре. Но опять же, это надо нормально сделать, протестировать и так далее. Ну и кстати, в этих 7х7 арта вообще не смотрится, как и в World of Tanks Blitz ее не должно быть. Тоже было бы очень хорошо. С кланами точно хочется работать, и мы будем это делать. Нужно понимать, кланы сейчас сильно забущены по ресурсам, они быстро выедают контент, у них сильное преимущество с точки зрения фарма и так далее. И это очень хорошо. Сейчас кланы больше про экономику, а не про геймплей. Раньше было наоборот. И это то, что хочется вернуть. Безусловно, с кланами хочется работать. Там находится очень значимая часть нашего комьюнити. Потому что она наиболее вовлечена. Но стоит понимать, что к кланам стоит переходить, когда мы решим текущие проблемы в игре. Вопрос когда? У меня такое ощущение, что я этот ответ от разработчиков про кланы слышал за 12 лет, уже миллион раз. Просто каждый раз его высказывают другими словами. Просто перефразировали и в релиз. Муразор стал частью системы, его просто перемололо. Ну, как я и говорил, что один человек ничего не решит и игра не изменится. Решают люди, которые принимают решения. И гениальное, я сказал. Для того, чтобы проект приносил бабло. А не какой-то чел, который что-то там с игрой хочет сделать играбельно, так как ему там что-то нравится и по его мнению. Я помню еще в то время некоторые зрители иногда писали, вот бы ты был разработчиком, ну в смысле я. И я всегда говорю, что нет. А какой в этом смысл, все равно ничего не изменится. Я просто сяду где-то на ЗП и буду делать то, что мне скажут. Какой в этом смысл, вы не получите улучшение той игры, настолько, насколько вы хотите, чтобы она стала играбельной, ничего не изменится. Просто добавится чел на ЗП, который будет делать то, что ему скажут. Все. Тот, кто тебе дает деньги, тот и говорит тебе, что делать. А не ты ему. Только если он твое мнение спросит, тогда ты ему ответишь. Может быть им воспользуются. Я так думаю, прав я или нет, решайте сами. Ну на примере Муразора, я думаю, все понятно. Выведенные старые карты собираемся возвращать. Это стоит в нашем плане. Режим разведка боем еще будет. Честно говоря, режим разведка боем меня разочаровал, поскольку карты, которые мы там протестировали, потом тестировались еще годами и добавлялись по одной и по-прежнему добавляются, еще лет 200 будут добавляться. Очень все медленно. Моя любимая карта в этом режиме. Как обычно, я сделал ошибку и сделал какую-то карту любимой. На мой взгляд, в мире танков есть огромная ошибка полюбить какой-то танк или карту, поскольку со временем оно всегда превращается в жопу. Так вот, воздушная гавань стала моей любимой картой. В первый год разведки боем она мне очень сильно понравилась, я от нее нереально кайфовал. Потом через год ее опять выкатили в разведку боем, переделанную, и она мне уже разонравилась, поскольку ее превратили в какую-то задницу. И она мне вообще не нравится. Она стала сильно широкой, сильно большой. Люди по карте рассосались. И там, где я играл против врагов, их там почти не стало. Они все по всей карте, по одному человечку где-то валяются, по кустам, по буграм, по каналам. И собрать их по всей карте невозможно. Это вообще неинтересно. А если на каком-то фланге идет прорыв, ваша команда рассыпается, ты с другого конца им никак не поможешь. Это сильно далеко. И ты один на бой можешь слабо повлиять. Мне карта, просто она начала меня разочаровывать. И тех классных, интересных боев, которые я получал в первой версии карты, их не стало. Поэтому и карта мне перестала вызывать положительные эмоции. Она стала мертвой, блеклой, неинтересной. Ни о чем, короче. Поэтому этот режим для меня стал какой-то непонятный. Там много тестируются каких-то недоделанных дисбалансных карт. Потом они через год переделываются. Что-то там добавляется, что-то нет. При этом некоторые карты добавляют в игру мимо этого режима, напрямую, сразу в игру. Без каких-то там тестов, без опроса, без мнения игроков. Короче, я на все это посмотрел. Такое ощущение, что разработчики нам в уголок туда куда-то как детишкам бросили какую-то погремушку. И мы там типа что-то тестируем. А они сами игрой занимаются. Добавляют напрямую некоторые карты. И раз в 200 лет они от нас какую-то карту забирают и добавляют в игру. Лишь бы мы там чем-то занимались и в их дела не лезли. В последнем турнире от игрового приняло участие более 200 тысяч игроков. Мы считаем это очень хорошим результатом. Клево, круто, ни разу не принимал в этом участие. Вообще обалдеть. Невероятная просто цифра. Вообще насрать. Как по мне, участие в этом турнире сильно как-то неинтуитивно понятно. С какими-то неведомыми препятствиями, костылями. Было бы удобно, если бы ты просто заходишь в игру. Там тебе кнопка принять участие в турнире. Вот тебе написано, что надо делать. Хочешь принимай, не хочешь не принимай. Вечно надо в какие-то там кодики, шмодики. Что-то принять, не принять. Зайти с какого-то числа в новолуние под третьим пеньком за оврагами в болоте. Начнется турнир, который продолжится 3 секунды после того, как взойдет солнце. Короче, какая-то хренанта. То же самое, как снегопад подарков. Зачем-то надо заходить на сайт, чтобы получить какую-то срань. Неудобно, неинтуитивно, непонятно, неинтерактивно. Херня. Я думаю, что если бы сделали так, как я хочу, было бы не 200 тысяч, а все люди, практически, которые играют, приняли бы в простом турнире простое участие. Только из-за такого дурацкого. Короче, имеем, что имеем. Менюшки картошка делать не умеет уже 12 лет. Интересный факт. Как только выходит любая новая карта, она моментально попадает в топ-бана. Массовый игрок делает именно так. Ему непривычно. Несмотря на это, карты ротировать действительно нужно. Для игры в целом это нужно. Поэтому вот в этом ключе мы будем двигаться. Ну да, 41 карта. Из них конченных 41. Можно, в принципе, и поротировать. Я в эту игру ротирую с 2013 года. Ротировку свою уже разработал так, что можно там вратировать сразу 41 карту, не вынимая. 4 отметки на стволе 100% есть в планах. Ну, если уже 4 отметки, прям такой ответ. Если они сделают, что первая отметка, допустим, получается на 50%, вторая отметка на 70%, третья отметка на 85% и четвертая на 95% или на 100%, то можно еще через лет 10 добавить 10 отметок каждые 10%. Вот гениальная мысль. Обалдеть. Выезжаешь в рандом, а у тебя весь ствол в звездах от начала до конца. Значит, ты уважаемый статист. Поддержка Mac OS и Linux очень дорого обходятся, поэтому и была прекращена поддержка. Не было даже и тысячи игроков на Mac'е счет на единицы. Ну, если такое маленькое количество, какой смысл этим заниматься? Это очевидно. Цели у разных классов техники в игре могут появиться другие. Как по мне, набор слов какой-то. Разве в игре уже давно класс техники за собой ничего не несет? У нас бывают СТ, которые могут спокойно ехать на направление с тяжами, и те же, которые могут ехать спокойно с СТ. Также у нас есть бронированные ПТ, которые обязаны ехать с тяжами, за счет чего балансировщик постоянно создает турбо-сливы и турбо-победы, поскольку в одной команде бумажные ПТ, а в другой бронированные, из-за чего перевес на фланги тяжей с бронированными ПТ становится такой большой, что происходит турбо-бой. Но поскольку разработчики умные, у них арта сдерживает турбо-бои настолько, что они все равно в игре есть, значит они свою роль не выполнили. Значит нужно добавить аниметные танки, тогда точно сдержат. С точки зрения маркетинга, вернуть давно неиграющего игрока в танки гораздо дешевле, чем получить нового в 7-8 раз, и удержать потом также дешевле. Ну раз разработчики это говорят, и мы смотрим на онлайн мира танков и видим его, то можем сделать с вами свои выводы. Особенно когда уже мир танков полностью будет разрабатываться Леста Геймс. Посмотрим тогда на цифру. Как у студии Леста Геймс есть в планах новые игры. Нельзя жить на одном месте, если ты остановился, ты умер. Сколько я слышал от варгейминга про эти новые игры, но вот кроме корабликов и танчиков, по сути, ну еще блиц, ничего больше нет. Не было и не знаю когда будет. У них даже не хватает людей, чтобы заниматься тем, что есть. Но в планах, конечно, да, они видимо перед сном мечтают о чем-то еще. Можете ли вы сейчас как мир танков изменять ТТХ премтехники? Напомню, что в World of Warships премтехника может меняться, физически и юридически можем. Законодательство некоторых стран не позволяет ухудшать характеристики имущества, которое было приобретено. Этим ранее руководствовался варгейминг. В России и Беларуси такого законодательства нет. Мы можем понерфить премтехнику, но вероятнее всего это будет очень плохо воспринято игроками. Мы точно будем думать, что делать с премтехникой. Ибо просто при сравнении статистик, прошлых и новых премов, может казаться, что сейчас премтанки нерфятся каждое обновление. Потому что у нас выходят новые танки, которые так или иначе инфлируют характеристики. То есть ты ничего не делаешь от АТХ, премтанков обесцениваются и это вызывает ужас. Такими завуалированными словами рассказано то, что я говорил с 2013 года. Новые танки добавляют, они сильнее старых. Старые танки никто не нерфил, просто на фоне новых они мусор. Поэтому сидя на одном танке 10 лет премиумным, ты понимаешь, что вокруг уже все сильнее стали и ты уже не вывозишь ничего. Это было очевидно уже давно. Зачем их нерфить, если можно вводить каждый раз все сильнее и сильнее. Но вот насчет реальных нерфов, техники или условных нерфов. Здесь тонкий нюанс. Если что-то похожее произойдет, мы обязательно предложим какую-нибудь механику возврата. Например, за золото. Нет, в кэш обратно не поменяем, говоря про возврат в голде. Здесь никакой проблемы нет. И вот уже была похожая ситуация очень давно с супер першингом. На наш взгляд, единственный возможный вариант, чтобы сильно не злить игроков, это дать им возможность такую премтехнику продать в рамках определенного времени. Например, пару патчей. Но если это какой-то старый мусор, который люди пытаются слить лишь бы куда-нибудь, потому что он неиграбельный на фоне новых премтанков, и они сдают его в трейд-ин и потом доплачивают, чтобы купить что-то поновее, но супер новых и самых имбовых танков в трейд-ине все равно нет, то так или иначе все равно часть людей сдаст эти танки старые за лду. Но люди задумываются про новые танки, которые они получили, допустим, за коробки или купили какую-то имбу. За такие танки они хотят чисто деньги получить, потому что они за конкретный продукт отдали свои бабки, и голда им не нужна. Они же не за голдой пришли. Если бы им нужна была голда, они бы купили чисто голду. Или танк, который выпал с коробки. Как его можно оценить? Если танк еще напрямую не продавался, и это еще непонятно, сколько человек коробок купил, чтобы ему повезло и выпал танк. Явно стоимость такого танка хрен рассчитаешь. Но старые танки, которые люди тоже за деньги покупали, они уже не стоят тех денег. Они обесценились. И скорее всего, многие поздают их за голду как попало. Хотя, по идее, они тоже стоят своих денег. По крайней мере, стоили на то время. Здесь, конечно, ситуация жуткая. А все из-за того, что нет баланса в игре вообще. Было бы хорошо, если бы танки плохие апнули, а сильные понерфили, и все выровнялось в один уровень. Хотя бы примерно. Без каких-либо возвратов-невозвратов. Но в таком случае люди бы начали вонять, потому что они купили танк, а он изменился. Какой-то в лучшую, какой-то в худшую. Но они отдали деньги за конкретно вот такой танк в конкретное время. И здесь не угодишь всем. Экипаж 2.0, что с ним будет в 2023 году. Здесь зачитывать полностью не буду. Короче, как я уже говорил в прошлых ответах разработчиков, его будут вводить постепенно. Как такового экипажа 2.0, который прям в одном патче выйдет и все изменит весь экипаж, его не будут. Будут постепенно в течение года по кусочку добавлять. Как лампочку постепенно будут добавлять остальные куски, хорошие. А все, что плохое в экипаже 2.0, они наработали, они не будут добавлять. Поскольку там много всяких непонятных вещей, недоработанных или плохих. Будут добавлять хорошее постепенно. Накоплены дни према у абонента у Ростелекома до Коля. Изначально у нас была мысль сделать на костылях, через бонус-код добавлено снятие лишнего накопления ПА взамен отчисления чего-то другого. Но от этого мы решили отказаться, ибо не сможем охватить всю целевую аудиторию. Пытаться делать что-то на костылях, это затронет только маленький процент локального большинства. АЦА это просто не увидит. В планах есть идеи, есть возможно, также на костылях придется делать. Это проблема, которая есть зафиксирована, и ее надо решать с точки зрения инфляции, ресурсов. Это очень серьезная проблема. Короче, проблема есть, проблема проблемная. Ее нужно проблемную проблему эту решать. Бла-бла-бла. Но что-то мне кажется, что и через 5 лет ничего не изменится. В принципе, как обычно в этой игре и происходит. Но это не точно. Декали и иные элементы кастомизации, которые копятся. С декалями сейчас большое количество неудобств. Помимо того, что они накапливаются, там безумно неудобный интерфейс, когда у тебя много их имеется. Это комплексная проблема. В отношении декалей странно будет потрогать что-то одно и не трогать все остальное. Надо взять условно один патч и посвятить практически полностью переработке кастомизации. Такое обновление в долгосрочной перспективе запланировано. К сожалению, не скоро, но самим хочется побыстрее. Да, вот бы еще все интерфейсы так переделывали и доделали. У ВГ дизайнеры могут работать на аутсорсе, делать арты и иной контент компания. Лесто вообще не работает с аутсорсом никаким. А почему? Нанимать людей к себе в офис это эффективнее, чем отдавать на аутсорс. Вопрос банального взаимодействия и скорости этого взаимодействия. Человек в команде будет делать работу лучше, а вовлеченнее быстрее. Мы гораздо с большей радостью и счастьем наймем человека в штат, чем будем с аутсорсом непредсказуемого временного и качественного результата связываться по сравнению со штатом. В общем и целом, я давно говорил, что картошки танчики рисуют на стороне, какие-то другие там челики. Я когда-то давно видос про это смотрел, но, честно говоря, уже не помню, что там к чему. Но то, что Леста себе в команду набирает таких людей, возможно, это даже лучше. По крайней мере, звучит логично. Попытки обучать новых игроков, которые приходят в игру, возможно, на основе их около нулевой статистики. Идеи в этом направлении есть, и они очень нестандартные. Возможно, это поможет. Хочется сделать естественные плавнее, уже делаем, но говорить об этом рано. Мне кажется, то, что я в начале видоса рассказывал про режим 7 на 7, про мини-рандом, ну, в смысле, режим рандом с небольшими картами для игроков 7 на 7. Это было бы попроще и поинтереснее для новичков. И более понятно. Ну, если бы там еще арты не было, вообще кайф. Амнистия для забаненных после ухода в аргейминг. Терпимость к читерам нулевая. Если речь идет о более мягких преступлениях, то поговорить можно. Если 5 лет назад человек передал аккаунт и сам виноват, ну, можно. В принципе, я тут полностью согласен. Вот такие вот ответы разработчиков. Я надеюсь, вам было интересно столько времени эти ответы слушать и смотреть. Не забывайте подписываться на Яндекс Дзен. До нового года есть план набрать 100 подписчиков для того, чтобы там включилась монетизация. Подписка абсолютно бесплатная. Я надеюсь, вы меня поддержите. Я еще пересмотрю этот стрим. Может быть, что-то интересное в нем еще будет. В принципе, пару вопросов были очень интересные. Пишите в комментариях свое мнение. С вами был Варчик. Городите красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok